добрый день дорогие друзья вы на канале будни риэлтора и сегодня у меня такое видео наверное буду вам жаловаться рассказывать как тяжело работать агентом как все-таки тяжело работать с людьми но при этом жизнь налаживается все равно надо решать проблемы по мере их поступления и расскажу вам что произошло за эту рабочую неделю итак вы на канале будни риэлтора где рассказываю не только о работе в сфере недвижимости покупали продажи по аренде квартир но и о жизни в кудрово сегодня у нас пятница очень такой солнечный день я решила уже прогуляться потому что гоняю эти мысли свои по работе и не только начало недели я вам рассказывала что у меня в продаже намечается квартира студия на пражской 15 и клиент при встрече утверждал что он погасит задолженность мы будем продавать ее без обременения ну и собственно говоря он готов был внести как раз оплату моей комиссии и уточнить всю информацию банка закрыть задолженность концу этой недели в итоге несколько дней назад он сообщил что денег у него нет от слова совсем соответственно задолженность закрыть он не может ну и у него нет даже денег на рекламу квартиры я все равно согласилась с ним работать потому что это мой клиент которому собственно эту квартиру я продавала я рассказывала вам о том что у людей бывают совершенно разные проблемы до и личного характера которые собственно говоря не касаются к самой квартиры ну и нас с вами до при этом квартиру продать надо сегодня но мы с ним пообщались да я сказала что давайте хорошо если у нас возникают такие сложности будем с смотреть да как при таком обременении конкретно этого банка продавать в общем вела переговоры несколько дней какие-то обсуждали с ним нюансы моменты и вот буквально несколько часов назад он вообще передумал продавать а в общем бывает всякое ну что могу сказать я так и сказала что лучше сейчас чем через какой-то промежуток времени до моей работы недели две три там сколько бы мы продавали я работала и вы потом бы сказали мне об этом да поэтому лучше сейчас тем более ну все равно да это мои траты это мое время деньги на рекламу и так далее поэтому сейчас я иду отдавать ключи мне нужно забрать договор ну и собственно говоря мы с ним встречаемся жмем руки он меня поблагодарил что я несмотря ни на что решила с ним работать что ну он если что обратиться ко мне еще раз возможно позже в общем такое бывает ну а сейчас у меня прибавил мне скажем так работы хлопот и так далее да это предыдущие квартиранты по квартире на английской 2 ребята съехали спонтанно и прислали мне видео как они кладут ключи под коврик за мою практику это первый раз такая ситуация об этом я тоже буду говорить обо всех таких нюансах которые к сожалению происходят которые к сожалению никак не предугадать как бы хорошо мы не разбирали с вами в людях какие бы они белые пушистые не казались при встрече и какие бы они золотые красивые слова не говорили к сожалению и такое случается поэтому сейчас расскажу вам все поподробнее какие у нас были переговоры какие у нас были с ними переписки а сейчас мне нужно позвонить напомнить чтобы мой клиент взял договор ну в общем то как я и предполагала договор он забыл так что он побежал возвращаться потому что мне договор обратно нужно вернуть да вот бывают разные ситуации еще раз говорю люди бывают разные а что касается квартирантов сначала я хочу сказать что они хозяйка мне прислала переписку да во первых она на меня полностью написала доверенность о том чтобы я распоряжалась этой квартирой она уехала в другой город поэтому нам было важно что мы сдаем эту квартиру на длительный срок и наши квартиранты обязуются прожить в этой квартире не менее полугода иначе как бы мы не возвращаем залог это мы все прописали в договоре дополнительно при этом в моем любом договоре обязательно предупреждать за месяц о досрочном расторжении договора соответственно при переписке проблем особых не было значит единственное к чему они придрались то что они увидели в квартире маленьких жучков макрицы они бывают в местах у меня тоже они были до нее я это к сожалению они появляются на темном кафе или на полу их просто видно очень хорошо это маленькие маленькие такие сикарашки противозные но стоит пропшикать их один раз средством и уже не знаю сколько по времени и ни одного не появляется но если вы не боретесь с ними никак то они очень быстро плавятся в общем да дело противная хозяйка в общем-то не отрицала она предложила провести обработку за ее счет соответственно все это дело компенсировать но никто так и не обратился никаким компенсации обработкам никто ничего не стал делать и в общем то на этом и замяли прошел месяц после чего люди пишут мы съехали мы съезжаем все особой причины или каких-то претензий они не предъявляли при этом на я сказала спросите причину ну как бы что в чем причина конкретно их их отъезда такого скорейшего до быстрого ну вот нам не нравится что у вас там эти сикарашки значит лифт что там долго едет на этаж ну такой бред вообще и холодильник у вас шумит на секундочку холодильник стоит в коридоре да эта студия он не шумит мы удивились что такое какой холодильник новый на гарантии как он может шуметь в общем все я не сказала уточняйте когда они освобождают квартиру я ее приму по описи надо все проверить соответственно все посмотреть как и что они очень долго девочка вообще не выходила на связь и до сих пор она не отвечает молодой человек который на которого собственно договор заключен он ответил спустя пару дней я вообще уже съехал ключи вам адам в субботу сегодня пятница да вот и в общем то мы уже съехали так как у меня ключи от квартиры я распоряжаюсь и как хозяйка естественно я и сказала давайте хозяйки да что я приду и посмотрю состояние квартиры ребята ну сказать что я была в шоке ничего не сказать в принципе не так все страшно но молодые люди в общем так ну не знаю современное общество морозилка была холодильника открыто при включенном холодильнике было наморожено огромное количество льда при этом верхняя часть холодильника уже уже была на грани она грелась так ну все мы распрощались попрощались пожали руки друг другу вот тоже ему жаль моего потерянного времени ну как говорится его не вернешь да самое дорогое что у нас есть это наше время все теперь значит что с этой квартиры божечки мой ребята с этой морозилкой в итоге конечно мне пришлось отключить холодильник я отодрала этот лед я занималась не то что как хозяйка да как хорошая хозяйка ценящая вообще технику мебель и так далее чувствуя какую-то все равно негодование и ну вину наверное да что такие вот ребята нам попались ну и в общем то решила вопрос с холодильником да все все нормально дальше я ждала что мы все таки в субботу с ними увидимся но в пятницу я получаю в пять утра ночью сообщение о том что собственно говоря я съехал вот вам ключи под ковриком сказать что я в шоке ничего не сказать сказать что мне хочется положить ну дать информацию в черный список до который недавно я вам озвучивала до хочется чтобы проучить до людей чтобы они понимали ценили чужое имущество во первых они могли сломать холодильник как ведет себя перегретый холодильник там не знаю страшно подумать при этом квартире порядка так и не было наведено какие-то вещи там они свои сюда собирали что-то смог я зашла слила воду внутри в этих была вода все как бы здесь протерла ламинат целый все нормально все на хорошо закрывается все хорошо продукты естественно там начался начались всякие ароматы уже я просто включила чтобы он намораживал в принципе все по квартире нормально так что я его включила пусть он морозит без меня он опять летит без меня а вот что-то смогли выбросить выбросили но все равно как такового порядка нет не по этом помыла и самое главное я провела эту как эту инфекцию эту произвела да то есть я попшикал от этих жучков и сказала хозяйки все я думаю что точно я там везде вам провела все это попшикала не должно ничего быть ну и соответственно нашла дому которая делает уборку клининг недорогой я считаю сейчас я перед клинингом сделала видео обзор покажу вам сейчас в этом видео результат уборки при этом она сказала что надо же по протрет все двери я не просила ее мыть окна то есть девушка карточка да не за что вот я не просила ее там мыть какие-то окна там что-то глобально вот это вот генералить да то есть хотя бы вот потому что понятно что там и лоджию бы по идее но она не успела настолько скажем так замараться вот так глобально до квартира самое главное что по описи все на месте все стоит все работает при этом в квартире не было порошка благо я живу рядом я принесла порошок соответственно у хозяйки не было большой сушилки я принесла свою сушилку короче говоря сейчас надо все там перестирать она будет даже пылесосить диван поэтому вообще должно быть просто быть наверное даже лучше чем было перед этим я надеюсь а вот и в общем-то даме уборщицы я сказала что если у нас все будет с вами отлично то это будет на постоянной основе и будем с вами сотрудничать поэтому она как я постараюсь я у меня будет все хорошо я сделаю все красиво поэтому в рекламу квартиру я уже выставила надеюсь что сейчас как раз происходит это уборка соответственно часа четыре она мне сказала она будет убираться мусора много мыть там какие-то кастрюльки но что-то там все равно холодильник микроволновку надо помыть все это будет убрано все будет нам и то я надеюсь и эту проблему как бы тоже можно поставить галочку мы решили ну а тем временем хозяйка у меня родила мальчика с чем я собственно ее и поздравляю поэтому сейчас у нее другие хлопоты другие заботы при этом она все равно на связи и благодарна мне что в общем я тут все это делаю так поэтому если опять же говорю когда ваш агент или ваше доверительное лицо находится рядом с объектом это очень и очень удобно но тем более такой ситуации когда происходит нечто подобное все значит квартира продажи у меня снята новая квартира в аренду у меня вышла поэтому продолжаем работу продолжаем продавать соответственно студию в этом доме двухкомнатную квартиру на ваккервилле и впереди у нас с вами выходные посмотрим будут ли звонки что будет дальше по крайней мере вот эти минимальные какие-то проблемы мы с вами разрулили да и хочу наверное все таки добавить что самое главное что у меня адекватные клиенты они понимают что бывают такие ситуации да и претензии ко мне не предъявляют наоборот благодарят что я помогаю все это решить урегулировать и так далее поэтому а вы должны понимать что работа не такая уж и простая как многим кажется все эти нервотрепки это издержки нашей профессии но вам хорошего вечера пятничного и приятного просмотра ставьте лайки комментируйте ругайте благодарите любые ваши комментарии я пишу пишу говорю читаю отвечаю ну и в общем то будем давайте друг другу все-таки добрее снисходительнее и адекватнее потому что тоже вот они знали что мама с одинокая даст двумя теперь уже детьми поехала грубо говоря там поражать к себе в город до другой город уезжает и вот в таком состоянии вообще вот так вот уехать из квартиры ну блин это не то что не по-мужски это вообще не красиво это меня нет слов но к сожалению к сожалению надо быть и к этому готовым быть аренда это бизнес который в принципе я еще раз повторю да что хозяйка осталась в плюсе и я сегодня даже посчитала просто они съехали на две недели раньше получается 12 с копейками давно пусть 12000 плюсом они оставили залог сейчас он переписывался с ней что я оплачу вам переведу значит за последний месяц ну минус клининг поэтому как минимум хозяйка 20000 получила прибыли а у меня пока что только геморрой но я его разруливаю поэтому это моя работа все заново сдадим и снова заработаем но сейчас надеюсь квартира будет еще чище еще лучше а я буду более притязательно к новым нанимателям все увидимся слушайте но я прям восторге такая она умничка вот просто умничка она сделала больше даже чем я ее просила она помыла зеркала она помыла двери во первых она нам было просто вообще холодильник вообще не запаха ничего все здесь то что перестирали мы да там все на сушилке я вот сушилку дала она тут все развесила сейчас конечно прохладно но это прям должно просохнуть может быть я сейчас как-то разложу чтобы это быстрее просохла здесь она пропылесосила диван она пропылесосила тут все протерла помыла вообще все вот вообще нам это все помыто микроволновка вся нам это здесь красота наведена так все лишнее убрано кастрюльки все никаких она если бы были какие-то там жучки паучки бить я бы это все увидела ничего нет все будет чисто хорошо ну и конечно санузел она отмыла унитаз здесь все отмыла помыла ведра помыла вот эти вот корзины тряпочку зеркало тут отмыла в общем я прям благодарна и молодец можно сейчас сделать свежий видео обзор наверное я это лучше сделаю завтра днем вообще красота